Народные избранники проголосовали «за». 21 февраля на совместном заседании комитетов администрация выдвинула предложение внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. На улице Балыковской в районе Садов 2931, второй участок, планируют расположить павильон с продовольственными товарами. Проект решения вынесли на Думу. Однако на рассмотрении вопроса выступил садовод этого района. Мужчину такое решение в корне не устроило. Я против. То есть я вышел с предложением к Думе, что организовать торговый павильон, автобус, автобусная стоянка, магазин. И на сегодняшний день все ближайшие соседи мои, то есть они также против установки вот этого передвижного, отдохного павильона. Вопросов у Александра Миронова было много. Но один волновал его больше всего. Почему перед принятием решения не узнали мнение жителей? Вопросы возникли и у депутатов. В частности, была ли необходимость расположить торговый павильон именно в этом месте? Обращались ли жители с просьбой его установить? И мы сейчас берем просто, да, выбрали какой-то участок. Понятно, что он будет полностью соответствовать всем необходимым нормам и тому подобное, да. И вот не спросив самого элементарного, это соседи этих домов, берем и ляпаем туда этот павильон. Вот реакция жителей. Вот, наверное, нужно, логика должна наоборот идти. Проект решения народные избранники отклонили и отправили на доработку в администрацию. Его подготовят с учетом мнения местных жителей и предпринимателей. Обсудили депутаты и изменения в бюджете города. В частности, поправку о реконструкции хоккейной коробки «Сокол» на Куйбышева. Поправку ранее обсудили на заседании ПБК и отправили на согласительную комиссию, однако там она не прошла. Тем не менее, к 2023 году вопрос о реконструкции «Сокола» обещают решить. Кроме того, депутаты отметили, что подобные спортивные объекты должны появиться в разных частях города. Работу в этом направлении необходимо продолжать.